Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. По многочисленным просьбам решила заснять серию видео именно непосредственно, что касается продажи рассады. И не просто вот с какого-то момента, а с самого начала, потому что после того, как я начала выпускать видео, где я рассказываю, с чего я начинала. Очень много ежедневно ВКонтакте ко мне добавляются девушек, женщин и просят рассказать подробнее. Чуть ли не с какого количества я начинала. В общем, с чего и все по порядку, поподробнее просит меня. Поэтому я решила заснять несколько видео, где я расскажу, что мне помогало, с чего я начинала и так далее и тому подобное. И сегодняшняя серия будет ну совершенно для новичков, для тех, кто вот может быть сомневается, стоит ему начать заниматься продажей рассады или нет. Так что новички приготовьтесь, а те, кто уже профессионалы, ну я думаю, не стоит вам и занимать свое время на меня, тратить вернее. Так вот, как я вообще пришла к продаже рассады? Я переехала, повторюсь, сюда в деревянный дом, специально из благоустроенной квартиры, потому что я выросла в таком доме и мне очень нравилось. Вот именно вот такой формат дома, где у меня дом на 4 квартиры и моя квартира с краю. Я специально купила такую квартиру, чтобы она была с краю, где есть больше придомовой территории. То есть вот мне нужен был этот участок. У меня нет ни дачи, у меня нет никакого загородного там участка, где бы я могла выезжать. Поэтому вот мне нужен был такой вариант. Найдя именно такой вариант, я, естественно, согласилась и переехала сюда. После того, как я начала облагораживать свой участок, именно тогда я открыла в себе вот дар вот этого цветоводства. Стала потихоньку-потихоньку изучать, раскапывать грядочки, цветники. Первые, помню, все цветочки. Хватало у кого что было, то присаживала. В общем, наверное, все с этого начинают. Ну и я думаю, что у меня бабулечка самое главное, наверное, это генетика. У меня бабушка очень любит цветы и всю жизнь тоже занималась цветоводством. Так вот, сначала, конечно же, я выращивала для себя. И вот именно, ну, многолеток у меня тоже очень много уже на данный момент. Но стала увлекаться однолетками и, конечно же, открыла для себя питунью и много-много других цветов. Не буду сейчас останавливаться именно там на каких-то цветах. Буду все по сути говорить и вкратце, чтобы меньше затратить вашего времени. Так вот, значит, сезон за сезоном у меня стало получаться. И опять же повторюсь, что здесь у меня ездит наш автобус центральный, который ездит на дачи, на огороды. Естественно, что знакомые стали видеть, где я выставляю кашпо летом, стали приходить, подходить, просить рассаду, что поделись, не осталось ли и так далее и тому подобное. И, в общем-то, в один прекрасный сезон у меня так получилось, что люди приходили, непосредственно мне говорили, что Юля, посади на нас на будущий сезон рассады. Потому что вот мы ездим и видим, какая у тебя красота, у нас такого не получается. Поэтому я в один прекрасный сезон приготовилась непосредственно вырастить немножко на продажу рассады. Но я, конечно же, не понимала, о чем идет речь. То есть, какая бывает питунья, что из нее получается и как ее нужно правильно выращивать. То есть, просто сажала, да, что-то всходило. Я зачем-то ухаживала, у меня получалось. И вроде бы мне этого было достаточно. Но когда уже я стала выращивать уже для людей, то есть, я стала изучать все тонкости. Затем стала наблюдать, как развивается растение. И уже когда большее количество у меня получилось рассады, вот тут мы сталкиваемся с первым. Сталкиваемся с первым, с тем, что нет места, нет света, нужна земля и нужны семена. Да, знать нужно о цветке, то, что мы выращиваем от начала до конца. То есть, весь его вегетативный процесс нужно знать. Потому что, ну, посеять все одинаково, это нельзя. Потом ждать одинаковых всходов через там 3-4-5 дней, это тоже так нельзя неправильно. И я сейчас говорю просто-напросто о своих ошибках. То есть, сколько я сталкивалась с ошибками. Для того, чтобы понять о питунье все, у меня прошло несколько лет. Поэтому в прошлом сезоне я рассказывала о питунье, что она бывает, у нее несколько видов, подвидов. Мы хотим видеть вот этот вот шарик, да, то нам и нужно купить такое растение. А не просто на пакетике увидели вот такой вот мы красивый цветок на пакетике с семенами. И мы думаем, что у нас такой красивый шарик вырастет. Неправильно. Нужно уметь формировать, нужно уметь прищипывать, нужно ухаживать, удобрять и так далее и тому подобное. То есть, это я к чему сейчас говорю? К тому, что перед тем, как заниматься рассадой, нужно изучить эту рассаду. Нужно изучить эти цветы. Потому что, ну, очень много я прочитала литературы, очень много я пересмотрела блогеров. Именно поэтому я решила открыть свой канал. Потому что у меня здесь единомышленников нет. И я всегда повторяюсь, что у меня единомышленники, это мои подписчики, мой ютуб, мои комментарии, которые я читаю все, 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 все. Вот, именно на них я выросла. Именно благодаря моему каналу и вам, дорогие мои подписчики, я научилась выращивать, я считаю, достойную рассаду. Затем, вот что касается семян. То есть, мы должны знать, что мы покупаем, что мы хотим вырастить. Нужно, самое первое, самое важное, это нужно изучить материал, который мы собираемся выращивать на продажу. Для того, чтобы, опять же, еще и рассказать покупателям непосредственно, что это за цветок и что он из себя представляет. Далее, значит, ушла я как-то куда-то туда, не туда, но я с чего начинала? Так вот, вот, количество, да, с чего я начинала, количество какое? Для меня даже 50 растений было, мне кажется, это, наверное, очень много. Вот, значит, мало было мне одного подоконника. Я брала письменный стол у дочерей, подставляла к подоконнику и расставляла рассаду. Естественно, что тогда, когда я уже в один из последних предыдущих сезонов уже приготовилась вырастить на заказ рассаду, я была готова к этому, поэтому запаслась там, у кого спрашивала, все эти столы, вот эти раздвижные столы. То есть, для них я тоже уже в комнате выделила место. Вот, попробовала, в общем, я один сезон вырастить вот так вот. То есть, большее количество, у меня, наверное, было штук 100, может быть, где-то так, или около 300, но, наверное, даже это много. Я имею в виду петунию, лабелию, что у меня тогда еще было? Ну, такое по мелочевке, но это я чисто для себя просто побольше выращивала, если что, могла бы и продать. Так вот, в принципе, все получилось, но я столкнулась с тем, что действительно нужна тара под рассаду. Вот, опять же, вот, тогда, когда мы непосредственно пытаемся вот этим заниматься, мы сталкиваемся с тем или иным преградой. То есть, это подсветка. Я живу в Архангельской области, поэтому света у меня категорически мало. Естественно, что стало понадобиться, стало нуждаться в досветке. То есть, мы с мужем стали покупать вот раз в сезон по несколько ламп, люминесцентных. Затем я там раскошелилась на фитолампы, вот, и затем нужно место. То есть, я купила стеллаж. В следующем видео, когда я буду вам говорить о подготовке уже, я покажу вам стеллаж, который у меня есть, который куплен. И в этом сезоне муж мне сделает еще два таких стеллажа уже сам, собственно, ручно. Потому что это необходимо иметь, вот, такие стеллажи, где непосредственно это ясельные, вот, где выращивают, проклевываются все семена, чтобы был микроклимат для растений. У меня квартира большая, поэтому воздух везде, ну, не одинаковый. А тепличные условия нужны для выращивания, вот, проклевывания семян. Каким-то нужно 30 градусов, каким-то нужно 17 градусов. То есть, это вот все такие тонкости, о которых мы уже должны загодя знать. Такая, я могу сказать, что отправная, вот, самая первая точка, это у меня был позапрошлый сезон. А в прошлом сезоне я уже непосредственно выращивала большее количество цветов. У меня было около тысячи, я уже повторялась, рассказывала, делала отчет. Вот, и там у меня уже практически вся большая комната была, вот, занята рассадой. Затем я уже выносила в теплицу рассаду. То есть, если в позатом сезоне у меня весь сезон, до самой весны, до продажи ко мне люди приходили в квартиру и покупали растения, то в прошлом сезоне у меня уже была возможность, я подготовила стеллажи в теплице. Так что, я думаю, что вот не получится вот так вот просто обычному человеку, который никогда этим не занимался, у которого нет знакомых, взять и вот сразу же три тысячи штук вырастить. Для этого нужно очень много. Я считаю, что вот для начала нужно, если вот вы вообще никогда не сталкивались с этим, хотя бы начать со ста штук или с трех ста штук. Но у вас должно быть место для выращивания рассады, у вас должна быть досветка для подсвечивания. Вы должны иметь удобрение, иметь землю, то есть почву, и иметь тару под рассаду. Тогда можете начинать. Конечно же, я говорила еще, не раз упоминала о том, что если у вас есть параллельная работа, то тут тоже стоит задуматься. Если у вас пятидневка, то вы не сможете заниматься параллельной рассадой. Если вы не имеете вообще работы, то это вообще вам флаг в руки, барабан на шею и вперед. То есть, если у вас есть свободное время, которое вы готовы этому посвятить, то, конечно же, и в межсезонье, зимой можно заниматься черенкованием, можно фиалками, можно пиларгониями, фуксиями, кто чем только не занимается. У меня есть основная работа, но я работаю сменами день, ночь, ночь и выходной, поэтому у меня есть свободное время, которое я могу посвятить занятию рассадой. Далее, ну, в плане помощников мне помогает муж, но пока он мне помогал только в постройке того или иного. То есть, физически до сих пор я все делала сама. То есть, вот до прошлого сезона тысячи штук я умудрялась делать все сама. То есть, тысячу штук я смогла вырастить сама. Единственное, помню, мне где-то пару раз помогала дочь пронумеровывать стаканчики. Ну, где-то вот просто она тут оказалась у меня под рукой, предложила мне помощь, удивительно было. Вот, и я попросила ее пронумеровать стаканчики. Где-то какую-то партию я пикировала, помню, из петуни, и вот она мне нумеровала, потому что вся, ну, пронумерована у меня, нумерую я все цветы. Вот, ну, это единственная была помощь. Конечно же, в этом сезоне я уже надеюсь на помощь мужа, что он мне будет помогать пикировать, потому что он посмотрел, как это все делается. Естественно, что, ну, помощь нужна будет, потому что в этом сезоне 3000 у меня петуни и 2000 и остальных всех цветов. То есть, в итоге я хочу попробовать 5000 штук цветов осилить. Так что, не знаю, все ли я для вас, дорогие мои начинающие, изложила. Да, если, опять же, возникнут какие-то вопросы, то, конечно же, пишите мне в комментариях, пишите мне ВКонтакте. Я по максимуму вроде бы стараюсь всем отвечать. Ну, вот что спрашивали? Вот с количества штук. Я говорила, что начинала с 10, 100, потом 300, и вот в прошлый сезон 1000 штук. Потом с каких цветов? Опять же, это петуни, лабелия, самые вот то, что однолетки. Многолетки, потому что многолетники нужно научиться выращивать, нужно научиться их сохранять. Опять же, нужно место, где их хранить, маточники. У меня нет этого, поэтому с многолетниками я практически вообще не работала, только единственное это пеларгонии. Вот, то есть, есть у меня видео, где я рассказываю, какие стоит выращивать цветы на продажу. Там я оставлю подсказку, поэтому можете перейти, пересмотреть. Здесь повторяться не буду. Ну, и еще раз повторюсь, в прошлом сезоне была 1000 штук. В этом сезоне я рискну на 5000 штук, потому что вроде бы как я все сделала для того, чтобы осилить эту возможность. Посмотрим, будем вместе с вами надеяться на лучшее. Так что буду заканчивать эту серию видео. В следующем видео поговорим о рекламе нашей рассады, наших цветов и нашего труда. Потому что это очень немаловажный фактор. Я решила посвятить ему отдельное видео. Так что спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, мое видео было полезным. Если, конечно же, оно вам понравилось, не забудьте поставить мне пальчик вверх. Всем всего доброго, до новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok